идем дальше крот 1600 рублей о господи пикуль блять лучше вы просто целиком мистера бис смотрели дети шутки проста свои как просто бэткомидиан соловьев ссср зубы коррега что ли блять и коринджега всем привет это антон пикули и шоу шутки про где я рассказываю вам шутки на какую-то определенную тему вообще на любую тему хоть на какую-нибудь про огромный беззубый кусок говна хо сегодня мы иронии как раз на нем и выпуск остасья и как про кстати беззубый это не про то что ему недавно выбило зубы а про то как он беззубо критикуют путина и власти в россии сегодня у нас зубодробительный выпуск про стаса васильева а.к.а. ай как просто для тех кто не знает стаса как просто это очень известный ютубер который построил свою карьеру на технологиях сначала я рассказывал про айфоны а потом освоил технологию лизания путинского очка и стал очень известным рутубером потому что youtube удалил ему канал моче испускательный теперь вся моча идет ему прямо в голову но во всем по порядку подписывайтесь на комик блять чертыла и ставьте лайки это правда чертыла но к комичности это не отдавал это видео другим пользователям сколько лайков вы поставите под этим видео столько лет стас получат за поддержку военных преступлений давай я вот так вот сделаю чёт чёт блять а вот смотрю думаю не прожимается что 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 будет делать стас если его кошка родит котят тоже что и всегда топить за советский союз как называется когда человек очень долго сыт что его отправят в гаагу за поддержку военных преступлений ай как просто тит блять это реально надо считать просто любое видео любое видео пикуля да должен быть счетчик на упоминание гааги куда все поедут где все будут осуждены куда уже отправлена флешка гордона блять там я не знаю жесткий диск этого гандона и прочих товарищей так ладно считаем гаага одна шутка точнее одно упоминание шутка блять это 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 я конечно да чисто комик блять чертыла нахуй сказану ладно считаем дальше сколько нужно стасов чтобы закрутить лампочку гаага слушай я не знаю я вообще выступаю за социализм что обоссал стас когда ему приснилось что с ним будет после падения путинского режима ай ростынь стас недавно остался без передних зубов сам он утверждает что упал но если бы их выбили в драке то все было бы даже логичнее ведь стас коммунист а его зубы просто начали борьбу с кулаками ладно его никто не бил на самом деле я просто смеюсь себя тот японский комик который сидел в комнате полтора года лучше шутит чем пикуль я не знаю как он шутит но я уверен просто что он лучше шутит я не знаю кто хуже блять может пошутить это чбд по сравнению вот с этим это блять прожектор парис хилтон ну чбд в сравнении с прожектором лично для меня это антон пикуль но блять но блять сравнении с блять с ним кто угодно это вершина нахуй юмора у каждого она своя оба без объяснения причин удалил youtube а когда стасу вставят новые зубы он будет еще больше нравятся бэт комедиану ведь это будут вставки из клиники почему стас никак не может убрать квартиру он постоянно дрочит носовок стас ну опять начинаешь ну приберись хоть раз но как известно стас дрочит не только носовок но и на его руководителей из-за этого ленина никак не могут похоронить потому что его боятся оставить без охраны стас какой-то момент перестал обозревать технику потому что неловко когда умная колонка оказывается умнее тебя она хотя бы не коммунистка ну ладно давай обнимаю тебя до скорого стас ай как просто как iphone как будто бы его сделали в apple но это бред ведь если бы его реально сделали в apple он бы не продавался в россии что говорит стас рекламируя йогурт донос почему стас за три года работы на соловьев life получит пять лет строгача в гаге в гаге надеюсь по принципу пятилетка за три года какую сумму стас получает от соловьева 6 и все так однозначную почему стас назвал свой лживый репортаж из донбасса где он оправдывал военные преступления рф донбасский дневник потому что название лживый репортаж из донбасса где он оправдывал военные преступления рф было слишком длинным для ютуба а вот для рутуба в самый раз почему стас делает так много фактических ошибок в своих роликах он тупой в чем разница между стасом и сталиным сталин обосрался один раз смертью а стас обсирается в каждом своем ролике забавно что этот пост где стас без зубов стас начинает со слов да что ты знаешь о неудачном падении это стас про свое моральное падение от техноблогера до фашиста оправдывающего войну вот только я так мог пиздец долбоеб или про гагу да точно об этом кстати я это уже обшутил у себя в телеграм-канале пикули представляете подписывайтесь на него по ссылке в описании я там все гораздо актуальнее обозреваю прихиньте он уже даже обшутил это и решил просто даже не обшутить а обсосать эти эти искрометные блять днями часами придумываемые шутки блять просто в муках рождаемые почему ста здорово и в муках выслушиваемый голоса со зрителями 101 youtube он умеет считать только до одного именно поэтому кстати он не расстраивается из-за своих просмотров на рутубе почему стас считает капитал маркса хорошей книгой он не умеет читать мы не знали почему друг стаса макежник джек больше не приходит к нему на эфиры он просто каждый раз останавливается за 200 километров до эфира стаса и уезжает в беларусь обычный разговор дочери и жены стаса мама я хочу посмотреть мультик про того людоеда который купается в грязи и его друга осла мама но у нас есть людоед который купается в грязи его друг осел дома людоед который купается в грязи и его друг осел дома как будто габзавр помните у них с людмуриком была такая такой формат где они просто анекдоты какие-то или смешные картинки пересказывали и ржали над ними сами вот как будто габзавра смотрю только только габзавр по сравнению с ним какой-то академик еще оказывается где канал стаса на ютубе ай как просран что сказал ганнибал лекарь когда увидел ролик стаса ай как просто пиздец он людоед почему стаса не взяли на работу фсош ником фсош ником нужно складывать говно путина в чемодан они есть зачем стас 4 часа лизал старый облезвую плохо пахнущий кожаный диван в студии соловьев life он думал что это жопа соловьева чем питается стас ай компостом почему стас ненавидит поле чудес ой как больно потому что это капитал шоу а не плановая экономика шоу почему стас поддерживает чувака вагнер только наполовину потому что у них на вооружении еще нет серпов у стаса есть уникальный мерч туалетная бумага как и просто да это чистая правда непонятно только зачем стас выпускает туалетную бумагу если сам он говно не вытирает а просто съедает но этот мерч очень пригодится фанатам стаса когда они вновь сгенерируют контент неотличимый от его роликов стас никогда не бросает игру в шахматы потому что он очень предан партии кпсс насколько тут нужники я вот вначале пытался его что насколько нужники там какие-нибудь анекдоты трактенберга выглядит свежее что ли как-то более аутентичная в определении юмора чем вот спонсор этого выпуска виктор капаница кто смешно шутит за границей это виктор капаница анекдоты габлотчаток вышел недавно смешной стендап-концерт и народный артист зацените обязательно там тоже шутки про политику и много каламбуров как вы любите так что посмотрите по ссылке в описании если не видели рекомендую нам всем предъявляют есть такая претензия типа а чё вы своего путина не свергаете хер ли вы уехали мы рус мы не умеем мы это вопрос вообще не решаем мы сидим полтора года в чатиках и ругаемся надо было уезжать не надо было уезжать этот вопрос решаем мы не решаем как свергнуть путина это монетом и ноутсорс отдали не то это вы решаете когда уже уехал и такие так ну мы решать это не умеем мы наймем частную военную компанию они оказались тоже русские прикиньте а теперь лучшие шутки про пригожина из комментариев под предыдущим выпуском новый шеврон на форме пригожина мы не вместе не хватило километров двести если бы повар пригожин готовил так же как устраивал мятежи то путин бы всегда ел стейк с прожаркой мидл ваши шутки как русские снаряды работает каждая третья ну да вот такие в этот раз старая может как украинский каждый декорник какой блядь я уверен поняли самые смешные комментарии в прошлом выпуске но развернулись за 200 комментариев ушли на другой канал оставляйте в комментариях приколы на сегодняшнюю тему лучшие попадут в следующий выпуск а это было шоу шутки про буду чередовать выпуски в таком формате и в формате перед зрителями в этот раз перед зрителями не стал рассказывать потому что за такое количество шуток про совок депортировали бы весь зал эта шутка ничего бы не сделать просто стас это ноу-нейм блин без канала на ютубе никто бы взяли не понимал еще депортировали а как тебе газовая камера в исполнении как вам газовая камера в исполнении пикуля каковой общей шуткой за 8 комментариях как вам сегодняшние 8 бро где вы были эти 8 минут а мы его большое останетесь по газовой камере обнимаю всем пока стас и тебе пока я знаю ты смотришь этот выпуск опять блин совок достал убери и мы смотрим этот выпуск прикинь как вы дошли туда жизни такой ах да это хотя бы 1600 рублей получил блин мне кажется за моральную черту должно было быть несколько раз больше бац 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 недошутники вот Вот бы всем тристотыми. Чего тристотыми? Вот бы всем тристоты им. Вот это я согласен, блядь, за такие шуточки. Ой, ну и, блядь, ебанище. Это юмором зовется. Интересный юмор в наше время, ладно. Вот, видимо, что подразумевается под нормальным юмором, которого нет в России. А то там какие-то всякие неоднозначники, комедий-клаб, что-то там делает вид, что он боится шутить. И на самом деле он боится шутить. Надо просто выходить и говорить. Статься как просто совок и смех включать. Или там Путин вор и смех вдвойне включать. Вот он юмор. Так, с точки зрения это и не шутки даже.